Всем привет! Вы на канале Мне Лучше. Меня зовут Настя, я интегративный нутрициолог. И сегодня мы будем с вами проверять воду на жесткость. Я вам расскажу, что такое жесткость, почему важно следить за жесткостью воды. Я тут взяла некоторые бутылочки из магазина, которые самые такие популярные, как мне кажется. Будем проверять, чем нас поят, так скажем. Будем смотреть. Особенно мне интересно рассказать вам про детскую водичку. Какая же там жесткость-то у нее? Я уже просто на опыте, уже что-то проверяла, что-то знаю. Мне тут уже что-то будет сюрпризом, а что-то сюрпризом не будет. Я хочу, чтобы вы знали, что вы пьете и грамотнее подбирали воду, которую мы пьем на постоянной, ежедневной основе. Давайте начинать. Крайне важно следить не только за действительно восстановительным потенциалом воды, про который у меня уже записано видео. Это мое первое видео на YouTube. Можете отлистать, посмотреть. Листать не так далеко. Но и важно следить за жесткостью воды, потому что в целом более жесткая вода, которая, к сожалению, очень много сейчас на полках в наших магазинах, она может провоцировать различные заболевания в будущем. А у нас многие удивляются, а откуда у нас камни в почках, а откуда у нас в мочевом пузыре камни, а откуда у нас что, а тут иммунитет снизился, а тут еще что-то, отложение солей различных. А это все оттуда, от жесткой воды. И сейчас мы с вами будем проверять ее, проверять эту воду, которую мы пьем в магазинах. Ой, у меня каждый раз, когда я снимаю видео, чешется нос. Кто-нибудь знает, что это значит? Я вообще в шоке. Ой, я хочу вас сначала познакомить со своим другом. Его зовут ТДС Метр. Продается на любых маркетплейсах, где угодно. ТДС Метр. Он у нас проверяет, измеряет жесткость. Так, смотрите, вот он, вот такой вот. Так, фокусировка. Вот. Вот, видите, там такие штучки. Вот такой вот он интересный. Не хочет фокусироваться и все. Ты фокусируйся, блин. А, все на меня только хочет фокусироваться. Ну, блин, что поделать? Давайте я, наверное, подниму стол, чтобы нам было с вами удобнее. Смотреть, чтобы вы видели, какую водичку я наливаю, проверяю. Ой, фух. Давайте. Я взяла самую такую, вот, которая мне сейчас на глаза попалась вода. Ту я и взяла. Ее и будем проверять с вами. Как мы это делаем? У меня стаканчик. Давайте начнем с моей любимой воды. Это Виста. Я обожаю эту воду. Я не знаю, продается ли она в других областях, но в Свердловской области она есть абсолютно везде. И она очень вкусная. То есть, за что я люблю Висту, она действительно очень вкусная. Сейчас мы будем с вами проверять. Ну, я знаю, конечно же, какая она. Но мы сейчас, я для вас сниму. Я-то ее, естественно, уже проверила, потому что я ее пью. Ну, понятно, я проспойлерила. Но, тем не менее, давайте проверять. Вот как это работает. Это я навела водички, даже чуть больше, чем нужно. Включаем. Вот, я включила. Видите, наверху. Там написано ТДС. Вот, все. Мы проверяем жесткость воды. Все. Нужно вот так вот чуть-чуть болтать от пузырьков. Перемешать точнее. Все. Вот, смотрите. Сейчас я зафиксирую результат, чтобы вам с бутылкой вместе не проверять. Все, я зафиксировала. Вот, смотрите. 88. Прекрасно. Обожаю. Вы не представляете, как я была рада, когда я узнала, что моя любимая вода хорошая. Я такая, ура, просто слава богу. Спасибо. Висту пить можно. Она хорошая по жесткости. Что касается PH, это не такой важный показатель. Так как у нас в нашем ЖКТ постоянно разный PH, который меняется. Поэтому следить. Вот, например, для того, чтобы умывать лицо. Да, PH важен. Но мы как бы смотрим на воду из-под крана. Вот. Поэтому жесткость отличная. Кстати, вода до 40. Да, вот от 40 до 120. Мы с вами поняли, что это вода хорошей жесткости. Ее можно и нужно пить. Что касается больше 120, ни в коем случае. Эта вода очень жесткая, которая вредна для нашего организма. Ее пить нельзя. Что касается до 40, то там где-то от 10 до 40. Это вода, которая отлично именно для приготовления, то есть для нагрева, для приготовления супов и так далее. Вот она прям для кухни чудесная. Но ее мало где можно найти, поэтому можете особо за это не переживать. Обычно у нас вся вода просто слишком жесткая. Я вот взяла чан для того, чтобы выливать плохую водичку. Давайте продолжим. Все, тут мы все поняли. Следующее. Сейчас я включу. Ага, включила. Что будем проверять следующее? Висту мы с вами проверили, поняли. Вода супер. Мы ее ставим вот сюда. Пусть будет. Далее. Давайте святой источник. Он, кстати, вообще абсолютно везде. Давайте проверим, что же там у нас. Все. Я налила. Чуть-чуть сболтала от пузырьков. Все. И вот буквально пару секунд достаточно. Все. Нажимаю. Это просто холод. Просто фиксатор показателя. Специально, чтобы вам показывать. 150. Плохо. Ну, то есть это не критично, но это уже перебор. То есть вода жестковатая. И лучше выбрать какую-то другую альтернативу этой воде. На самом деле, я всегда была равнодушна к святому источнику. Поэтому ничего страшного. Есть огромное количество альтернатив. Далее. Какую воду будем проверять? Давайте проверим. Я проспойлила или нет насчет такой минерали, что она нормальная? Но я не помню точно. Но, по крайней мере, когда я ее проверяла, где-то полгода назад, она была нормальная. То есть с хорошим показателем. Так эту воду мы выливаем. Нальваем следующую. Акваминерали. Давайте смотреть. Ой, показайте мне. Проверяем. Она еще лучше, чем Виста. 65. Это вообще, ну, супер. Акваминерали. Вот эта вот чудесная бутылочка. Пьем. Пьем спокойно, с душой, с совестью. Она хорошая. Жесткость вообще чудесная. Прям очень сильно рекомендую вода. Я довольна. Все. Это выливаем. Выливаем. Ну что, у меня осталось еще две воды. Это детская вода и Эвен. Ну, она же классная. Давайте проверим ее все-таки. Все же ее пьют, потому что она такая замечательная. Ну, давайте начнем с детской воды. У меня какой-то... Что это вообще такое? Какой-то лунтик. Детская вода особенно интересна. Так, включаем. Ну что, смотрим. Детская вода. Так, фокусируйся. 174. При показателях, напоминаю, до 120. Это просто удивительно, на самом деле, насчет детской воды. Ой, нет. Потому что детская вода, по крайней мере, на моем опыте и опыте всей проверенной воды, которую вот я проверяла, мы на обучениях проверяли, это самая жесткая вода, вы понимаете? Почему так происходит? То есть, мамочки, кто меня сейчас смотрит, все покупают, вот я смотрю, ходят по магазинам и покупают детям вот эту вот детскую водичку. У Святого Источника есть тоже, вот эта вот детская водичка, фрукта няня. Знаете, сколько у фрукта няни жесткой? Ее сейчас не было в магазине, я ее не взяла, но я ее проверяла. 220. 220 при норме 120, у фрукта няня жесткость 220. Это просто удивительно для меня, что детская вода самая худшая. Почему так? И никто же об этом не знает. То есть, вот мамы ходят покупать эту воду, потому что она якобы лучше. У нас кто? У нас бикиняшки, фитоняшки, все покупают фрукта няня, потому что водичка лучше. Да, чудесно, просто чудесно. Вот так вот. Рубрика разочарования, ребят. Вот действительно, это прямо печально и грустно. Что делать с этим будем? Ну вот, отвратительно. У меня нет слов. Я настолько, когда я первый раз узнала, я была просто в ужасе. Я была просто в ужасе. И вся, кстати, вода детская, которую я проверяла, она вся жесткая. Ну вот из всех, которые я проверяла, то есть, это фрукта няня, это вот светоисточник детская. Во-первых, она, кстати, та же самая, если что. То есть, по жесткости, это прямо вот один в один. То есть, это та же самая вода, которая продается просто подороже, потому что она детская. Вот. Вот так вот. Не знаю, что вы будете делать с этой информацией. Не покупайте, пожалуйста, детскую воду. Это худший продукт в магазине из воды. Ну, давайте проверим Эвиан. Не было маленькой бутылочки, поэтому пришлось покупать большую. Давайте проверим. Я не знаю, кстати, насчет вот эти все бутылки я знала. А Эвиан я не знаю, какая она по жесткости. Мне самой интересно. Давайте проверять. Я уже закрыла все. Да, давайте. Это просто шок. Сразу видно, когда я узнаю какую-то информацию в первый раз. Это просто пипец, ребят. 280. 280. При норме 120. До 120, да? То есть, вот эта вода, которая намного дешевле. Вот эта еще дешевле. Знаете, не берем в счет. Есть пилигрим, кстати. Вот вода есть пилигрим. Это самая дешевая из всех, которую я видела. И она хорошая и качественная. У нее хорошая жесткость. А Эвиан 280. А у нас что все? Будем пить Эвиан? Такая вообще классная водичка. 280. Ребята, вы о чем? Вы прикиньте? Я вообще в шоке. Я просто в шоке. На этом мы закончим наше прекрасное видео. Потому что я... Надо кому-нибудь полторашку. Ребята, я не буду ее пить. Удивительно. Вот так вот у нас происходит все в магазинах. И по незнанию берем, что ни попадя. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы узнали что-то новое. Если здесь не было представлено воды, которую вы пьете на постоянной основе, покупайте вот эти метры. Они вообще недорогие. То есть вот этот я купила за 600 рублей. Но там есть и за 200 рублей. Я просто купила себе такой, чтобы на постоянке проверять все ходить. Ребят, следить за своим здоровьем действительно очень важно. И всего лишь такой простой момент, как жесткость воды, может очень сильно повлиять на ваш организм. Спасибо вам, что были со мной эти 13,5 минут. Я вам очень благодарна. Хорошего дня.